Доброе утро! Самый гуманный суд в мире, да здравствует, я как раз и стою, да здравствует, но давайте поговорим про у них там. А у них там, у них там вообще все очень интересно и не так, как обычно. За пределами России. За пределами России, конечно, как правило, это Америка и всего лишь несколько европейских стран, там, где суд более свободен в оценке доказательств, да, и в принятии того, что же является виновным действием причинителя вреда. Можно вопрос, вот это реально, мне, потому что рассказывали знакомые, это реальная практика или это байка про то, как женщина зашла в фастфуд, купила картофель фри, достала картошку, повредила себе глаз и засудила компанию, потому что на пакете с картошкой не написано, не нужно пихать картофель в глаза. Ну, буквально, да. И реально отсудила огромное количество денег. Пам-пам, да, в нашей стране такое не прокатит. В нашей стране такое не. Да, не надо сейчас идти и дыхать в глаза картошкой. Там вот в том-то и курьезность, да, всех этих случаев в том, что вот доля вины самого потерпевшего, она, ну, превышает половину, ну, и, наверное, даже иногда 99%. То есть, если мы говорим о российских судах, да, то у нас рассматривается вина самого человека, да, в тех последствиях, которые причинили вред тому здоровью. Вот, там такой взаимосвязи нет, поэтому все-таки достаточно интересно. Вот, к примеру, продолжая тему фастфуда, да, есть вот история с картофелем фри, а есть история с кофе. Когда зашла бабушка, сделала два шага от стойки, пролила на себя... Обожглась, ошпарилась. Да, да, то есть, там такого ожога колоссального не было, но, тем не менее, она получила, там, порядка трех миллионов долларов. Вау, самая дорогая кружка кофе для заведения. Да, не менее курьезный случай. Ну, вот, всем известен, да, история о том, как бабушка высушила кошку в микроволновке, после чего там появляются странные надписи, не предназначенные для сушки домашних животных. Да, да. Есть не менее веселые истории, как девушка пыталась сбежать из ночного клуба, а у нее был счет... А вот подробнее про это я не слышу. У нее был счет, который она не хотела оплачивать, там, порядка четырех долларов, и она решила вылезти через окно в туалете. И она упала, выбила себе два зуба, предъявила иск собственнику данного кафе, ну, бара, да, и получила возмещение, там, порядка двадцати тысяч долларов, плюс расходы на стоматологическую помощь. Ну, а счет-то оплатила? Нет, счет она не оплатила. Чем она это, вот, как... Это самое главное здесь, не оплачивать, держаться до конца. Она умудрилась это сделать. Почему? Как это вообще у вас возможно? Я вам расскажу другой случай, который, вот, действительно, как это странно. Вор попал в дом, частный дом в Америке, сделал свои дела, да, взял все, что ему было интересно, и решил выйти через гараж из дома. А он вышел из дома в гараж, дверь захлопнулась, обратно вернуться не смог, а гаражные ворота открыть не смог. И вот он находился там некоторое время, пока они прибыли. Хозяева, они, видимо, в отпуске находились, и он питался собачьим кормом и упаковка Кока-Колы. Ребят, пятьсот тысяч долларов заплатили ему хозяева дома за то, что он оказался в такой вот ситуации, что у них были неисправные автоматические ворота. Это, видимо, был какой-то сын какого-то прокурора, какого-то там, какой-то области этой Америки. Он еще и пошел в суд. Потому что я не знаю, как это объяснить. То есть, подожди, он расстроился, что не было первого-второго компота вот в этом гараже? Ну, получается, да, и он оказался в замкнутом пространстве, и это причинило ему очень серьезные страдания. Ну, получается, на нашу страну говорят, что у нас, ну, вот послушайте, да, у нас это реальный случай. Реальный случай. Да. Тоже веселый случай был. Женщина повредила лодыжку. Вот по разным источникам, видимо, сложности перевода. То ли она растянула сухожилие, то ли она там что-то себе действительно поломала. Она была в мебельном магазине, выбирала диван, и споткнулась об ребенка. Вот, причинила иск, заявила иск магазину о том, что они не обеспечивают порядок в торговом зале. И в результате чего она вот была отвлечена выбором дивана, не заметила ребенка, об него споткнулась. Все, иск удовлетворили. Знаете, чей ребенок? Ее. Естественно, я ждал от вас подвоха. Подождите, а хотя бы минимально что-то подобное в нашей стране происходило? Нет, конечно. Никогда такого не было. Ну, это же проблемы родителей, что они не могут воспитать. Нет, ну, вот именно какой-то бред случался. Ну, кроме того бреда, который, ну, грустный бред происходит, когда там минимальные сроки дают людям, которые заслуживают большего. Ну, я такой, задам резонный вопрос. Вот если у нас, да, допустим, что-то ты, ну, сделал в какой-то организации, своткнулся об ребенка, поскользнулся на крыльце, вот как рассчитать ту сумму, которую можно запросить? Потому что мы часто слышим, допустим, требует человек там 3 миллиона рублей, да, себе, а ему в итоге суд 50 тысяч. Ну, это в лучшем случае. Это есть такая смешная байка о том, что проси больше, получишь ровно столько, сколько нужно. Вот, на самом деле это субъективный расчет, да, мы всегда говорим. Нет, прайса нет. То есть мы говорим о моральном вреде. И вот этот моральный вред у каждого, он свой, каждый его оценивает, исходя из субъективных, да, каких-то вот критериев. Ну, и точно так же суд, принимая решение, он относится к личности потерпевшего, к личности виновного, к событиям, к обстоятельствам, к последствиям. Ну, и вот из этого рождается некая соразмерная сумма. Круто. На этом, пожалуй, закончим говорить о серьезном. Наша программа продолжается. Елена, спасибо вам большое. Меньше идиотизма в вашей жизни, да и в ваших жизнях тоже.